Друзья, всем огромный привет! С вами Алиса и мы играем в Симпсоны Спринфилд. Прошли сутки, вот уже выполнились все задания, поэтому давайте начнем сразу же с них. Вот и вы, Куимби. У вас что, совести нет? Ну, конечно же нет. Говорите, что хотите. Мне это никогда побеждать на выборах не мешало. Ну, а я был отважен и победил на президентских выборах. Только на одних выборах. Вы же только одни выборы выиграли. Видите ли, сначала я был вице-президентом, но потом МакКинли убили. Потом я повторно участвовал в выборах, потом политика мне наскучила и я покинул пост. А что? Только одни выборы. Я слушаю советы политического нуба. А что означает термин нуб? Это означает, что со своими советами приставайте, когда полдюжины выборов выиграете. А может быть, тогда я послушаю нуб. Мне не нравится ваш тон, сэр. Сожмите кулаки и деритесь, как мужчина. Ой, смотрите, беззащитная белка. Где? С дороги. Ружьем мне, я ее пристрелю. Ну, действительно, очень веселое завершение. Пап, я хочу еще кусок жареного сыра в форме Техаса. Папа, где мой сшитый вручную чудесный наряд на день древонасаждения? И что там с починкой триллежа с бумажными цветами для наших семейных фотографий? Уф, в этом наказании соединились три моих самых нелюбимых занятия. Физический труд, родительский долг и документирование. Мэгги, не суди меня строго за то, что не дал тебе идеальное детство. Ведь ты меня все равно любишь. Чмак-чмак. Пустышка с драгоценными камнями? Ты уверена, что леденцом не обойдемся? И вам лучше сделать этот леденец самостоятельно, или я упеку вас в тюрьму. А-а-а, принесу клеевой пистолет и блестки. Заставить Гомера заняться украшательством. Четыре часика. Бесполезно. Куда ни повернись, кругом сплошные молекулы. Су-три-три. Где наша Лиза? Все, что мы делаем, влияет на ход событий. Думаю, я только что нечаянно села на бабочку. И что? Ты же сама сказала, что в будущем была экономическая и экологическая катастрофа. Почему бы не позволить измениться ходу событий? Потому что я хочу стать президентом. К тому же будущее может полностью измениться. У тебя может никогда не быть бывшей жены, и ты можешь не получить разрешение видеться с детьми по выходным. А минусы какие? Заставить президента Лизу разорвать ход событий. А 8 часов тоже, значит, будет ночной. Да, кстати, друзья, мой золотой гусь уже все не приносит в земельные участки, так как я открыла абсолютно всю землю уже, благодаря бабу. И он уже приносит, вот видите, 300 долларов. Не знаю, как будет дальше, если откроют еще когда-то землю, начнет ли он снова приносить земельные участки, не факт. Но надеюсь, что будет. Социальные сети вдохновляют и ужасают, и снова вдохновляют. Люди верят всему, что прочтут. Даже если это противоречит только что прочитанному ими. Мне нужно просто придумать пару новостей, чтобы полностью замаскировать правду. Планы ЭПА станут настолько секретными, что даже мне не будет известна правда. Заставить раса Каргела открыть портал новостей. Коротенько, значит, подождет. Так, а что там у нас с пальчиком? Нельзя. Угу, еще рановато. Так, я вот вижу уже метелку. И вчера было, я зафиксировала. Здесь нету. Новичкам напоминаю, что 2-3 раза я еще допускаю, а потом удаляю из друзей. Сейчас даже давайте вместе посмотрим, кто это. Эссе закончилось у нас с Бартом. Угу. Прости меня, Секвоя. Не нужно было тебя сажать. Из-за меня теперь тебя спрячут за забором или вообще срубят. Это не совсем так. Гил Гундерсон спешит на помощь. Простите, Гил, но мне не нужны второсортные премиальные украшения по выгодной цене, которая практически не отличается от оригинальной. Я ничего не продаю. Я хочу помочь тебе победить богачей, потому что, как говорят, не можешь возглавить – победи. И как же вы мне можете помочь? У меня десятилетний опыт работы отвратительным риэлтором, поэтому я знаю пары приемов, которые наверняка отпугнут от недвижимости потенциальных покупателей. Заставит Лизу усомниться в здравости своего ума. А я хочу Моллмана сначала. Скажет он нам что-то или нет? Пока непонятно. Нет. Значит, я получила Моллмана, и у него там была сюжетная линия, она закончилась, началась вторая, и он даже что-то говорил там про страховку. И вот я опять сделала все задания, и, видимо, все. Хватит. Тишина. Ну, давайте идем дальше. Может, что-то еще будет. Теперь-то ты понимаешь, Лиза? Теперь-то ты видишь, что из Дика Никсона Бэтмен получился бы лучше, чем из Кристиана Бэйла? Не очень. Что это за ужасная правда, которую вы пытаетесь скрыть от народа Америки? В Вашингтоне все не то, чем кажется. То, что, как тебе кажется, ты знаешь, на самом деле совсем не то. А то, чего ты не знаешь, на самом деле тебе известно. Назови мне имена двух человек, которых ты бы заподозрила в организации вторжения в самую последнюю очередь. Блин, ну, я не знаю. Вудвард и Бернштейн именно заставить Ричарда Никсона взорвать всем мозг. 60 минут. Почему каждый раз, когда я упоминаю о своем желании уйти в отставку, обзавестись альпаковой фермой и дожить до почтенных лет, люди начинают странно себя вести и тут же меняют тему? Ну, так, как погода в округе Колумбия в это время года? Ну, вот снова. Почему? Альпаки – рискованное капиталовложение? Скажи правду. Я не зациклен на идее. Мне просто кажется, что за этим занятием долгие годы старости пройдут незаметно. заставить Эврама Линкольна проявлять подозрительность. Здравствуйте, мистер Муллман. Это Вейланд Смиттерс. Мистер Бернс хочет, чтобы вы убрались со станции. Как говорится в старинной поговорке «Чистота – залог долговременной работы». Работа? Ура! Наконец-то я смогу купить себе лекарство, которое меня омолодит. Мне ведь всего 23. Заставить Муллмана убраться со станции. На, на, на станции. 8 часов. Ну что, вроде бы как все молчат. Похоже, что все. Ну хорошо тогда. Итак, друзья, помните, я вчера вас попросила спросить, кого бы вы хотели, чтобы я купила. Но, честно говоря, вы мне очень помогли, так как практически все называли все разное. Я тоже хочу их всех, но давайте начнем с тех, за кого было несколько голосов. Поэтому давайте начнем с первого, кого называли. это Фринка. Где я уже прокрутила его, да? Нет. Потом у нас пойдет Джимбо. И дальше, наверное, фабрика крекеров. Так как, вы помните, у нас идет незавершенная цепочка предпринимательниц, заблокированное здание в парке Красти. конечно, барни я тоже очень хочу. Но 250 пони, ну, пока не знаю, в общем, неизвестно, сколько еще будет баг этот отработать и как я буду собирать эти пончики. Ну, в общем, пока будем покупать. Да. Хорошо, что сразу строятся всегда покупки. профессор Фринк. Отправить профессора Фринка проводить безумные научные эксперименты. Вот так вот, видите, молча. Ай-ай. И все. Ну, что ж, как видите, какие-то у нас все молчаливые персонажи. Кстати, да-да-да, чуть не забыла. Видите, выкупила всю землю. Вчера я, наконец-то, закончила делать парк Красти. Он еще, конечно, местами сыроват. Вот уже кто-то был в гостях даже. Но пока примерно мне нужно было оградить территорию. Видите, использовала я эти щиты в качестве забора, так как щиты все равно выпадают с ящика Бернца и будут еще выпадать в дальнейшем. Я оставила тут еще сзади место буду ставить. Ну, либо здесь под стенкой. Ну, в общем, буду смотреть. Немножко вам покажу. у меня не все аттракционы, только те, которые есть в продаже сейчас можно получить. Это такой уголок дождав. Три ресторанчик. Ну, в общем, пока это все, что у меня имеется. Вот, если, в принципе, что-то появится еще. Романтический туннель, он относится, конечно, к парку красти, но я, скорее всего, если буду его покупать, то буду использовать в каком-то, сделаю какой-то такой розовый уголок любви. Не обязательно все ставить где вот нужно, да, поэтому, ну, в общем, пока показала и уже от него буду плясать, двигать дальше город в эту сторону, вот эту часть переносить. Ну, в общем, глобальные перестройки. Это очень сложно передвигать такие крупные, крупные кусочки города, так что пожелайте мне удачи. Ну, друзья, на сегодня все, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.